Подводим итоги матча Лом-Инвест-ФК-ополчение, минимальная победа Жестянечков со счетом 3-2 в нашей послематчевой студии Алексей Лысов и Максим Чесноков. Максим, удалось бы чуть послушать тебя в перерыве, тогда счет был равный. Я так понимаю, тут ты делал акцент на том, что надо настраиваться на ополчение, да, никакой недооценки, им ничего не надо, нам надо. Ну да, все верно. Появился недооценки? Да, слушай, всю неделю я вот как знал, что будут качели, потому что сколько бы мы не разговаривали в раздевалке, сколько бы мы не разговаривали перед игрой, говорили, что это уже не то ополчение первого круга, они всем дают бой, все равно тяжело настроиться реально. И видно это было с самого начала, что мы вышли чуть-чуть вольняжно, и потом очень тяжело психологически просто перестроиться по ходу матча. А еще когда ополчение забили нам первыми, конечно, появилась нервозность, а от нервозности, соответственно, уже пропала стабильность и много моментов, которые мы не реализовали. Алексей, ну в прошлом туре потерпели поражение минимально от Деспирадос, официально уже покинули Премьер-лигу. Ну, расскажи, какая была установка Дмитрия Редюшева, есть ли задача хлопнуть дверью напоследок? Ну, конечно же, задача все-таки простая, это играть в свой футбол, в связи с тем, что состав, конечно, как всегда набирается с большим трудом, но мы стараемся, как бы даем соперникам хороший бой. Мне кажется, это главная задача, чтобы они, как бы, нас запомнили. В конце все-таки осталось. Игра не очень много, но мы старались. Так что, так вот. Ну, смотри, вот эти два минимальных поражения от Деспирадос, от Лом Инвеста, чего не хватило ополчению? Скамейки запасных? Однозначно, скамейки запасных, и в связи с тем, что физической формы у всех, увы, не на высшем уровне. Вот это вот, если заметить, мы всегда забиваем первыми, первый тайм всегда, как бы, в нашем положении. Мы ведем, а тут вот, когда не хватает физической формы, уже уходим в защиту. Это тяжело-тяжело играется, поэтому все-таки скамейка запасных, если была бы побольше, мне кажется, результаты матча были бы совсем другие. Скажи, второй матч подряд пропускает Дмитрия Редюшев, сегодня появился на бровке, у него травма? Да, он вроде обещался на следующий матч выйти, но это еще под большим вопросом. Максим, кого сегодня отметишь? Кто стал главным творцом победы? Даже если честно, пофамильно тяжело кого-то выделить. Я, наверное, Макса Ванюка выделю, потому что он в опорке хорошо сыграл, гол победный забил. Но Женя Петров сегодня, в принципе, тоже сыграл достойно два мяча, забил. Чуть меньше, чем обычно, чем обычно, поэтому его не выделяю. В принципе, нужно выделить всю команду. Я очень благодарен, что мы, опять же, не бросили играть и играли до конца. И, в принципе, по лицам сегодня было видно, что настроек был не умирать на поле, но, тем не менее, смогли себя переломить. Давали много атак, хотя много не получалось, много спешили. Но, тем не менее, молодцы все. Всех выделю. Все, кто сегодня приехал. Поэтому парням большой-большой респект. Спасибо. Последний вопрос. Какой прогноз в матче Диспереда с Маракеш? Боевая ничья. Я думаю, что 2-2. Обычно эти команды всегда играют в ничью. Это же противостояние такое. Целое дерби. Целое дерби Санкт-Петербурга. Поэтому я думаю, что 2-2. Маракеш очень неплохо выглядит на старте. Единственное, как мне кажется, они очень хорошо поработали над организацией игры. И над дисциплиной на поле. Но это дает свои результаты. Ну, а Диспереда – исторически стабильная команда, которая будет играть от печки. Посмотрим, что предоставит Маракеш в этом матче. Спасибо. Удачи.